Lada выпускает на рынок Vestu с вариатором. Клиноременная трансмиссия Jatco состыкована с двигателем Renault 1.6. Этот же силовой агрегат уже ставится на Lada X-Ray Cross и, как уверяет АвтоВАЗ, пользуется хорошим спросом. На вариаторную версию сейчас приходится 60% заказов. Специально для Vesta пришлось пойти на доработки. Так внедрены новые системы выпуска, колесные приводы и опоры силового агрегата. Начальной версией назначена комплектация Classic Start с двумя подушками безопасности, кондиционером и подогревом передних сидений. С вариатором можно заказать любую Vestu, независимо от типа кузова. Кроме того, новые двигатели-трансмиссия также доступны для модификации Vesta Cross. С появлением вариатора Lada откажется от робота AMT собственного производства. А вот вазовский мотор 1.6 никуда не денется. Но предлагать его будут только с механикой. Kia опубликовала первые фотографии среднеразмерного седана K5, который за пределами Кореи продается под именем Optima. Но главное — это принципиально новый дизайн. Динамичный образ подчеркнут покатой крышей, сильно заваленными стойками кузова и ультракоротким багажником. Строго говоря, такой четырехдверный кузов называется фастбеком. И это тот редкий случай, когда снимки реальной машины оказались очень близки к ранее показанным эскизам. На удивление, больше Kia не раскрыла никаких подробностей — нет даже изображений интерьера. Поэтому остается лишь рассматривать те самые эскизы. Впрочем, премьера K5 состоится в ближайшие недели, а продажи в Корее начнутся уже в декабре. В Optima новинка преобразится позже — примерно в середине следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова